Всем здравствуйте! Перед вами будущий великий блогер Беликов Василий Сергеевич, 9 лет. Так, отлично начал. Заметь, у тебя в руках это, все, я больше мышку не держу. Я сдаю, дела сдаю. Представится. А? Представится. А, Желез Валерия Константиновича, дед этого юноши, по совместительству известный садовод из Сибири. Так, все, дальше будешь все делать сам. Хорошо. Что это за фрукты? Это вишня с туманом черешни. А ты откуда знаешь? Ну, знаю. А, посмотри, давай так, мы же снимаем, особенно для детей, да? И дело в том, что у вишни лист с сердечком, а у черешни длинные. А здесь какой-то средний, как это называется? Это вишня с туманом черешни. Еще раз громко. Вишня с туманом черешни. Вот это слово. Вишня с генами черешни. Раз, можно назвать. А есть еще общее слово дюк. Вишня черешневый гибрид. И у нас такой есть. Вот он. Осень какой. Тимошку пустили в огород, как козырь. Смотри, как ест. Здорово. Вот. Хорошо таких садов будет много. Давай дальше. Дальше. Тут он ест, это либо абрикосы, либо сливы. Это абрикосы. Абрикосы. Тут одна особенность есть. Дело в том, что он тоже гибридный. Он должен быть дикий. Так. Папа его. Патриарх его называю. Ну, папа-мама. Вот. И вдруг косточка выросла. Он оказался совсем другого цвета. Так. Ой, хорошо. Крупный план сделай. Он оказался. Крупный план. Пусть любое. Крупный, крупный. Ну, ты уже что. Вот. Не, нет. Вот. Делаем так. А он не делается. Ладно, не надо. Так вот. Значит, он поменял свет. А, вот так надо. Правильно, ты лучше меня знаешь. Он поменял свет и стал чисто сладкий. Да. А что такое, Тимоша? Вот он. Это дегустатор. Мой главный дегустатор. Да. Теперь главный дегустатор. Если бы скрыл в личико, значит, невкусно. Ну, давай дальше. Так, теперь. Это опять абрикос. Так. Да. Но уже чисто культурный. Это привитый. Вот. Вот. Все бы дети жили в таком саду, да? Да. Насколько были бы люди здоровее. Ну, позавидовали. Идём дальше. Я бы не умел бы. А, и что я тебе подскажу? Это ты должен бы сказать. А родом она откуда? Она из Сибири. А, теперь Сибири. А родина у неё Канада. Ладно. Идём дальше. Это персики. А, ты это знаешь. Так, персик привитый или непривитый? Непривитый. Привитый, ты мог этого не знать. Чем хорош, мы же не просто олюбуемся картинками, чем хорошо местоположение. Смотри, справа там дом отапливаемый, а слева забор защиты от северных ветров. И чего теперь, это получился микроклимат. И чего теперь персику здесь не расти? А? Вот ещё раз, справа дом. Слева защита от северного ветра. И самое главное, ты в любой школе... Вот вы дети, да? Чего нам эта школа даёт? Вот что даёт. Вот эта светлая, значит, рифлёная ограда, так? Она отражает солнечные лучи. Блапана чёрная, она поглощала. А светлая отражает, и куда они падают? На дерево. И здесь получается, что дерево гораздо светлее. Деда, сейчас в школе уже такому не учат. Не надо, Тимоша, 67-й. Сейчас учим мы такую. Мы такому. Ну так, правильно. Ну, этого парня, Тимоша, всё понятно. А, кстати, вот это вот, мы с тобой проходили, из Тимоши, где его это... Мы с его мамой нашей наклоняли этот персик, придавливали полеями, так? Да, и зимой под сугробом она была. Да, а весна пришла? Весна пришла, она взрослась, и вот получилась вот такая ветка. Да, теперь смотри, верни назад, где тот персик. Этот не укрывной. Попробуй укрыть, замучишься. Ну да. Так, а тот укрывной. Для чего нужен укрывной? Это называется страховая, значит, это, квитанция. Квитанция, страховка от полного уничтожения. А однажды даст 50, тот замёрзнет может, который перед этим покажет. А этот последний вот сидится. Значит, для страховки нам нужно часть персика укрывать. Да. Так. Слушай, это не будем комментировать? Ну, это, поздно, я день рождения. Ага, розовое детство. Давай дальше. Так. Ладно, проехали. Это тоже родное детство. Это сначала был Тимоха, потом я в этом костюме был. Ага. Потом вот я. Дорого. И дальше? Это Тимоха. Да, это Тимоха. Это вот тут у меня, это, вот тут, он себе сделал штаб. Вот если справа, ну, три метра, там у меня как раз вот это вот и лежит этот самый. Вот, он там штаб сделал себе. Он у меня любил раньше у меня это, ночевать просто. Идём дальше. Так. Ну, что я скажу? Ну, в песочной. Счастливое детство называется. Да. В саду каждому это должно быть. В каждом саду. Так. Ну, это вообще... Ну, это Тимоха, он тут паркуром занимается. Ага, паркуром. Паркуром. Соня, Сонька. Голубей комит. Сегодня, сегодня она в Абакане выступает очередной. Она у нас там савчицей, ему 7 лет. Сегодня привезёт очередной диплом. Первое место по танцам. Да, у нас в семье необычные дети. У нас вот супер дети. У нас все супер. А почему все супер сказать? Потому что они растут от деда. Правильно. Каким был дед ты? Какой был дед, какие такие дети? Дед был ещё круче. Рассказать про моё детство, ты бахнул. Это яблоко зеленое. Это просто рекламная из фотографии. Да. Яблоко, это golden delicious. Да. Кстати, мы с Тимошей, у нас была другая тема. Позавчера мы с ним сняли фильм, называется «Мальчишкам и девчонкам о корнях». И вот раз от этой фотографии там не было, она оказалась в другом месте. Ну вот. Вот они, настоящие корни. Да. Слушай. Я тоже в этом фильме буду сниматься. Давай. Слушай сюда, ещё не всё сказал. Вот там, в дополнение к тому фирму, там я показывал разные корни, а вот этого фотографии не было. Представляешь, вот это самое длинное корень, он, и когда абрикос этот вырастет, это же мы его выкопали на продажу, когда он вырастет, так, у него корень пойдёт на метр, на два, на три, на четыре и будет пить воду. И не просто воду, ты не зевай, это тебе же видно, я разоткрыл, и не просто воду, а воду, очень сильно насыщенную солями и минералами. Поэтому в Сибири он не замерзает. Вот этот длинный корень, успех, несколько этих, это я с коллегой разговариваю, будущим садоводом великим, значит, несколько книг подряд, я показывал, у меня есть фотографии. Отрезать, 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 вот, не нужны всё, вот эта ошибка страшнейшая, из-за него абрикосов-то почти нигде и нет. Кони ещё не такие большие. Вот, нет, для однолетнего прекрасно. Ну что тут, вот этот абрикос, который растёт у нас. Да. Болтого растёт, он, наверное, такие, что я показал, старый снимать. Ладно, тренировка продолжается. Так. А, ещё, знаешь, что я скажу, вот, ты понимаешь, фильм-то для детей. Несколько лет я, это самое, я воспитывал приёмного сына, звали его Саша. И сейчас зовут только что, он уже давно взрослый, давно у него взрослые дети. Но это было давно, 30 лет назад. Ой, 40 лет назад. И вот тот Саша, он был такой вот, примерно, как вот сейчас, в Истимуше, да, вот такой он был. И он мне пожаловался. Дело в том, что он в Севчонской области, и я говорю, ну как тебе здесь нравится? То есть, а у нас уже балина не хуже, сладкая. Ну, все ягодные культуры сладкие. Уже абрикос заплодоносил. Ну, ничем не хуже, чем вот это, чем в Бельшонском районе, Хершонском. Ну, ничем не хуже. А кое-что и лучше. Что ты знаешь, что я сказал? Папа говорит, да все мне тут нравится, все. Мне нравится только одно, а мне сердце оборвалось. Я говорю, а что, деревья маленькие, по ним лазить невозможно. А у них-то деревья, я сам-то вырос, за черепши залезешь на высоту 5 метров. Там, на Украине. И жирешь, жирешь, жирешь. Вот. И мы все так украинские идем, полуукраинские дети, полурусские. Представляешь, ну, в семье мне не понравилось. Где я вел нас маленькие? Вот видишь, вот мне и вспомнилось, доверяло. Давай дальше. Ну, что, дай я проверю, идет мне запись или идет. Ты точно включил запись? Идет, да, я закончил. А, ну, ладно, ладно, тогда. Так, это было в Беле Голубей. А еще знаешь, что было? Я тогда был совсем маленький, а Тимошке исполнилось 6 или 7 лет. И была очень страшная зима. Такая страшная, что один раз я вот тут загулял, вот тут вот. Прошел 2-3 улицы, и я насчитал 6 мертвых голубей. Тут у меня Герва не выдержали. Тимошка уже был более-менее. Для такого Мороза, ему было лет 6-7. Мы каждый день ходили с ним в этот самый магазин, покупали 2 килограмма. Какой-то, ну, все, что можно есть, кукурузу, там, эту, прос, ой, этот самый, все. Вот. И ходили по дворам, кормили голубей. И голуби к нам привыкли, мы спасали от голода. И бывало, идешь по улице, вот так ладонь сделаешь, вот так вот, и сразу до него голубь садился. Это было так и умерло. Да, это правда. Это, они меня запомнили, они ко мне... Игорь сказал, что давай голуби, понимаем. Игорь сказал, что я их кормил, я их держать не буду дома. Я вот так руку сделал, ко мне голубь на руку сел, я его не смог погладить, я сел к нему руку протянуть, а он улетел. Ну, ты молодец. И ты, Тимошка. Так, ну, это, значит, что у нас тут? Ну, что у нас тут? Детский сад. Давай дальше. Узнаешь? Давай. Мне вручили даже эту грамоту, как деду, активному деду, когда вы в садик ходили. Дальше. 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 Так, ну, это Артем, это мой средний сын. Он сейчас в Украине. Мы с ним укореняем, в данном случае мы укореняем смородину. Дело в том, что я показывал, когда про предыдущий фильм, я снимал с Тимошей, он назывался «Мальчишками и девчонкам о корнях». И я там показывал, как укоренение под светлыми бутылками, и, соответственно, на светлыми бутылками еще специально, вознемного, значит, специально навес сделали, чтобы светлые бутылки, чтобы не сожгло солнце. А потом я надоело время тратить, я придумал под темными бутылками, но без навеса. Ну, в сильно жаркое солнце бывало и сгорали, но в основном нормально получились. Идем дальше. Вот у нас такие помощники завелись, видишь? Еще. Так, это мои обрекосы в поселке Сизая, у моих знакомых. Вот там, за ней, вот этот обрекос на переднем плане, видишь? Купили дом, значит, она дали в плане слива сувенир Востока. Однажды она дала слива сувенир Востока, однажды она дала 8 блюдер. Вот, так что сказать, а, это самое, слева слева, а обрекос справа. И вот скажи, пожалуйста, обманул я их или не обманул? Нет. Если это все из нашего сада переехало. Вот так вот. Я этим горжусь. Идем дальше. Так, ну, этого юноша, ты опять, помнишь, Тимофей. Дальше идем. И опять счастливое детство. Вот, дальше. Так, а это, значит, дядя Леони, Леонида Дмитриевича, дочка. Вот. Вот, а это редкий случай, у нас же папка про детей. Для нас она, для меня ребенок, я сюда занесу фотографию, а это порты Алматинские из Алматы, привезенные моим другом Чернобаевым. Чем я горжусь, что у меня такой друг. Идем дальше. Так. Ой, здорово, да. Вот. 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 Даша. Даша. Даша, твоя тетка. Все, наверное, заканчивать будем. А, нет, еще есть. Так. Еще есть, еще есть. Дальше. Дальше. Ага. Это Шелковица. Это тоже Красный Кутер, моя Шелковица. Да. Это через три дома. Поверили мне, посадили. Здесь есть одна особенность. Все-таки фильм-то про судоводство, про агротехнику. Значит, у Шелковица есть одна особенность. Тонкие-тонкие кончики веток. И получается, Шелковица в Сибири, кончики подмерзают и стимулируется рост огромного количества других веток. И получается такой шар вместо нормального дерева с этим, со штампом. Получается, вот как... И нельзя этот шар трогать, а то до метра он заставляет людей все вырезать до метра. Считаю, что дерево неправильно, если у него не будет этого искалечено, вот этого метрового. Давай на этом закончим. Давай посмотрим, сколько там еще. Вот. Ну, что там осталось, да? Практически все. А вот последняя осталась. Снова Даша. Вот. Четыре восемь осталось. Нет, нет, все одна. Вот она, все вот это. Нажми. Вот. И будем считать, что мы эту серию дети закончили. Да. Да. Этих фоток больше нет. Можно говорить, что мы уже закончили. Но у нас в последние годы еще сюда не перенесены. Так что, может, мы однажды перенесем. Вот. Все сюда. Вот последнее фото. И тоже из тех. Ну вот. Знаете, как я эту вишню улучшал? Я... Это была... Это выкупленный львой. Сейчас это наш участок. Вот там где-то... Это самая детская площадка. Это тут. А в пятнадцатом году выкупил. А до пятнадцатого года была сделана эта фотография. Она еще был не мой. И я тогда сказал себе мелковатая вишня. Я привил каждую в крону черешню. Раз, два, три, четыре. И говорю соседу. Пожалуйста. Каждый год будешь отрезать по одной ветке вишни. А на свободнейшее место черешня будет лучше расти. И уже ягоды укропнили, стали вкуснее. Вот. А потом он сказал себе, не буду отрезать черешню. Шалко. Вот. И черешня все-таки вишню задавила. Ну, на этом не очень оптимистической ноте мы, наверное, и закончим. Да. Значит так. Это примерно девятая серия. Так. Ну-ка нажми на черный кружочек. Так. Удивительная запись идет. Так. Что получается? Осталось попрощаться. Так. Что делает на кухне твоя мама? Собирает посылки с семенами. Так. Так. У меня к тебе просьба. Все-таки хоть капельку рекламу. В наше время нельзя. Попроси ее. Конверт мягкий скажи. Последний. С семенами. Мы покажем. Давай. Давай. Вот. Пусть будет маленькая реклама. Идея возникла только сейчас. Скажи. Конверт мягкий. С семерками. С семерками. Конверт мягкий. С семерками. С семерками. С семерками. Показать по компьютеру. Вот. Последний позвонил ко мне Эмиль Олегович. Дальше все случилось в течение пяти минут. Вот. Итак, присылает мне адрес Башкортостан. Вот. И так далее. И попросил пятьдесят семечек о культуренной Сибири. А семечки они маленькие, невесомые. Вот. И вот посылка готова была. Через пять минут у меня было пятьсот рублей. Я положил шестьсот штук. Сказал, что пересылку оплачу сам. Вот. Пять минут. И сделка совершена. А он просто когда-то, когда делал основной заказ, он забыл их заказать. Вот. Так что все очень делается быстро. А почему я говорю? Потом меня он же спросил, ну, заказывать не стал, но спросил, а груши не поздно ли с сухими? Так вот, здесь шестьдесят сухих семечек. Пятьдесят сухих семечек маньчжурского, это самое, сибирки окультуренной. Так. Получит, зацифицирует и успеет в апреле высадить, и они взойдут. Сколько мы садили с Сергеем, сто процентов сходит. Раз. Вот. И он тогда спросил про усуливские груши. Правда, не стал почему-то заказывать. Я говорю, то же самое. У меня есть в учебных фильмах так, значит, допустим, ну, примерно 20 февраля, это, это, стратификация, фотографии, вот они стратифицируются, вот он, песочек, все. И 20 марта, апреля, апреля, ровно через два месяца, эти же самые пакетики разрываются, а в них ровно через шестьдесят дней, в них уже половина проклюнувшихся. И вот он меня спросил, а сколько времени стратифицируется? Я сказал, от одного до двух месяцев. Вот. То есть сейчас не поздно купить именно то, что это самые важные вещи для садоводства, это подвое уникальное, усурийская дикая груша и оккультуренная сибирка. Еще не поздно, совсем дешево вот это вот, видите, фактически письмо, да, совсем дешево заказать, совсем это самое, оплатить и все, и тут же к вам едет. Самое такое время. Вот. Есть уже и в песке. Есть. Ну, это тем, кому уже чуть ли не завтра высаживать для южных регионов. Все учтено, все схвачено. Вот. Повторяю, еще сухими, не поздно. Так. Благодарю за внимание. Ну, что, будем прощаться? Благодарю вас за внимание. Всем пока-пока. Пока-пока.